С точки зрения или с позиции исследователя, или с позиции того, что я буду рассказывать, так исторически сложилось, что я занимался компьютерным зрением какое-то время. Но когда я это начинал, в году 2014 или 2013, или даже 2012, когда давно это было, короче, и писали мы не на питоне, а на оплесах, вот. Вот, после этого я многие вещи отложил в сторону научные, в силу других интересов, организационных, не знаю, каких-то социально активных, и потом начал все это восстанавливать. Я до сих пор разбираюсь в компьютерном зрении, у меня есть какие-то публикации, там, что-то там. Ну, в общем, это все понятно, красиво, наверное, очень важно. Вот, но на текущий момент я занимаюсь хемоинформатикой или применением машинного обучения в химии, в хемоинформатике, в первую очередь, конечно. Об этом мы будем говорить скорее в понедельник, ну, мне так кажется. А сегодня, соответственно, мы будем говорить о рекуррентных нейронных сетях. Мне объяснили, что у меня примерно полтора часа. Я постараюсь попасть в этот интервал, хотя понятно, что те материалы, которые я готовил, мне понятно, я готовил только для этой аудитории, раньше не читал, и, соответственно, я не знаю, насколько они по времени. Если зайдем, то не страшно. Да, прошу. Вот. Меня больше пугает, что мы закончим за пять минут и разойдемся, вот это меня пугает больше, да. Вот. Я задал много вопросов. Хорошо. Соответственно, мы будем разбирать рекуррентные нейронные сети. У нас занятие будет состоять как бы из трех отдельных материалов. Эти материалы я вам уже отправил по ссылке в чате. Вы можете их скачать и сами использовать в процессе работы. Вы можете их запускать, модифицировать. Понятно, что я буду что-то рассказывать. Понятно, что это, видимо, не очень хорошо видно. Ну, короче говоря, это бессмысленно. Вы можете открыть ноутбуки и смотреть ровно то, что я рассказывал. У нас трансляция не будет. Это лучше, чтобы вы открыли, короче говоря. Тогда у этого дела, тогда это у вас будет прямо работать. Вы сможете смотреть, что происходит, и задавать вопросы не только исходя из вот какого-то моего рассказа, его восприятия, но и, собственно, практического опыта. Три части. Я что-то типа освежу, что ли, или покажу еще раз на всякий случай, чтобы выровнять базовый уровень. Я не знаю, какой он, поэтому я сделал маленький блок, связанный с повторением. Классическую нейронную сеть для решения задач классификации на PyTorch написанную. Покажу. Соответственно, все звук выключили там, да? Мой, собственно, это мне тяжело морально. Соответственно, вторая часть – это рекуррентные нейронные сети как таковые, простые. Просто чтобы вы поняли, что это такое, как это работает с использованием датасетом НИСТ стандартного. И третья часть – это ячейки долгосрочной краткой памяти и ячейки, управляемые рекуррентные ячейки. Ну, то есть более сложные механизмы рекуррентных сетей, которые на сегодня используются. Кроме, ну, я сейчас вернусь к тому, какое место рекуррентные сети занимают в текущей реальности. Кроме описанного мной опыта научного или какого-то там, я занимаюсь образовательным блоком. Я отвечаю в МИФИ за приемную кампанию в бакалавриат и специалитет, отвечаю за обучение пары сотен школьников в нашем лицее IT. В наших лицеях есть такие же программы, как в университете. Вот одна из них IT-шная, я ее руководитель. Не знаю, веду телеграм-каналы. Вот. Примерно краткое содержание моей деятельности. Значит, теперь, что касается рекуррентных сетей. Мы можем разложить, этого нету здесь в ноутбуках. Я не делал дополнительную презентацию. Я считаю, что, ну, во-первых, вы это, может, знаете, во-вторых, это какая-то бессмысленная такая, может быть, информация, но она важна для контекста общего. Нейронные сети, текущие, шагнули вот до своего уровня, а уровень это нам известен, чат ГПТ, там, например, гигачаты и всякие другие модели ГПТ-шные, или инструменты, создающие картинки или видео, ну, кандинский, например, или далее, или что-нибудь еще. До вот этого уровня они шагнули примерно за 12 лет. То есть сейчас 24-й год, в 2012 году была представлена AlexNet на соревновании ImageNet. Соответственно, весь вот этот период развития искусственного интеллекта занял 12 лет. При этом сами модели, которые мы используем, сверточные, рекуррентные, это там где-то будет ссылка, да и все другие были предложены давно, в середине 90-х годов, в конце, в последней части 90-х годов. В процессе использования этих моделей все уткнулось в вычислительные ресурсы. То есть известно, что в 99-м году была опубликована работа, использующая сверточные сети, а они попроще. В принципе, логика такая, есть полносвязанные сети, я напомню, что это есть сверточные сети, мы не будем это рассматривать, есть рекуррентные сети. И, в принципе, на базе комбинации механизма использования механизмов внимания, рекуррентных сетей, сверточных сетей, появилось то, что называется на сегодня трансформерами, которые преобразуют данные и получаются чат ГПТ. Вот это все развитие уткнулось в отсутствие вычислительных мощностей. С появлением этих самых мощностей у всего этого дела появилось второе рождение. Современный фронтир, предел, это трансформеры с механизмами самовнимания. По крайней мере, так описано. На самом деле, никто не знает, что лежит внутри, под капотом у чат ГПТ четвертого. Они же скрыли эту информацию, как известно. Ну и, если честно, даже публикации по поводу того, как работает Канзинский или Гигачат, они не вызывают сомнений, я верю, что это так, но это коммерческие продукты, и рассчитывать на то, что в этих публикациях раскрыто содержание технологии, наверное, странно. Тем не менее, в большинстве прикладных задач трансформеры используются скорее для хайпа. То есть, вот есть вот этот фронтир, но когда мы переходим от чистого, как слеза младенца, искусственного интеллекта, к практическим задачам, этот фронтир становится малоинтересен. Да, трансформер может что угодно, когда угодно. Ну, так описано. Но для того, чтобы это мочь, необходимо так много иметь данных, причем так четко структурированных для обучения, что при решении практических задач конкретных это недостижимо. Вот мой личный опыт. Мы решаем задачи, связанные с предсказанием противовирусной активности химических элементов с использованием машинного обучения против вируса гриппа. Ну, это не существует в природе. Я не химик, тут мне надо сделать ремарку. Но не существует и вам в рамках этой же школы я отдал набор данных из 36 тысяч позиций по химических формул и значения противовирусной активности против гриппа. Но в реальности это не самый валидный датасет, если не сказать вообще не валидный, потому что среди этих данных зашита куча экспериментов, которые проводились не против живого вируса, а против белка, который цепляет вирус в клетке организма. Как на примере коронавируса, вы об этом, наверное, слышали, что вакцина борется не с вирусом, а со спайковым белком, который крепится к клеточке. А в реальности это совершенно разные вещи. Вот там эти данные сильно перепутаны, обычно все исследуют эти самые белки, а борьбы с живым вирусом практически нет. И в итоге все сводится к тому, что если совсем очистить все эти данные, остается там 500, 700, 800, 1000, там, не знаю, полторы тысячи строчек, над увеличением которых работают химики, ну, в смысле, мои товарищи. А трансформеры в этом случае бессмысленно. Ну, они что-то делают, но у вас так мало данных, что... А значит, приходится возвращаться как бы с точки зрения искусственного интеллекта к более простым моделям. Ну, давайте просто сверточную сеть используем, или давайте просто используем рекурентные сети, или в пределе, я это потом покажу, давайте просто используем классический метмашин в обучении, ведь бустинг — это наше все. Да. Посему оказывается, что изучение и использование таких инструментов не является праздным. Оно является праздным только для тех, кто работает в передовых IT-компаниях над конкретной задачей улучшения искусственного интеллекта. Вот для них это, ну, рекуррентная сеть, там, ну, так, это основа какая-то, продвинуться по этапам изучения. А для тех людей, которые занимаются практической деятельностью, это содержательно важные инструменты. Это текущее состояние того, про что я буду рассказывать. Мне кажется, что важно, чтобы вы это чувствовали. Потому что рекуррентные сети были предложены в 997 году. Тысяча. В 1997 году. Сегодня 2024-й, все в таком удивлении, в восторге. Господи, мы это наконец-то учим. Это текущее состояние дел. Значит, дальше. Начнем с краткого такого повторения или экскурса в то, как работает PyTorch и просто про нейронные сети. Опять же, для общего выравнивания, если все все знают хорошо, мы проскочим это за, там, 5 минут, 10 минут. Если кто-то не знает, можно спрашивать. Я, извините, пожалуйста, я это буду делать сидя, потому что я же тоже смотрю в то, что я показываю. И это не очень удобно, потому что мне надо крутить мышкой и так далее. Вот. Итак, ну, я тут, вы можете посмотреть, вот здесь в ноутбуке, там же трансляция. Да. Итак, стандартная задача машинного обучения, они все стандартизуются по типу активности, которую надо провести. У нас, соответственно, есть две части работы, большие всегда. Это подготовка данных в любом виде. И, собственно, подготовка и обучение модели. В любом виде, для любой сети, для любой задачи так будет использоваться. В данном случае я использую, решаю простую задачку классификации для примера. На сгенерированных данных. Вот если вы посмотрите, вот тут выборка, и у вас тоже есть эти файлы, вы можете случайным образом генерировать эти данные. Это полезно для собственного, там, экспериментирования, для, там, чего угодно. Я беру данные с помощью эскалерна. В нем куча разных датасетов. В нем есть возможность сделать датасет с полумесяцами, такой, как вот на этой картиночке. Видите? Два полумесяца таких встроенных друг в друга. И его использую. Я не буду заострять на это внимание. Это, мне кажется, достаточно просто. Значит, что необходимо в любом последовательности работы в PyTorch? Мы сейчас дважды это посмотрим, или даже трижды. Но, тем не менее, мы должны данные, которые у нас есть, обернуть в две обертки, которые стандартным образом работают. Первая обертка называется датасет. Такой класс. И вот у меня пример, да. Я создаю собственный датасет, наследую его от класса датасет. Вторая обертка — даталоадер. Это ниже. Датасет служит для стандартизации доступа к данным. У всех методов датасет есть init, len и git item. Все. Можно что-то внутри еще доделать, что вам нужно. Все стандартно. И из-за этого любая последствия модель может универсально работать с этими данными. Дальше мы подойдем к даталоадеру. Я покажу его. Даталоадер служит для универсальной передачи данных в модель. То есть два последовательных интерфейса. Эти интерфейсы называются, ну, если вы учили что-то типа программной инженерии, это называется шаблонами проектирования или шаблонами программирования. Они часто встречаются в реальной жизни, просто мы обычно не даем себе отчет об этом. Ну, вот они есть. Итак, мы создали набор данных. У нас же все очень просто, вы только поймите правильно. Поэтому длина легко считается, элементы легко получить. У нас просто вот эти точки. Но если у нас более сложный датасет, дальше там будут, например, то это будет сложнее делать. Нужно ли это делать всегда? Нет, всегда не нужно. По-моему, там, где я решаю химию на практику, там нет оберток. Хотя я не уверен. Я, правда, не помню сходу. Вот. Но, вообще говоря, это красиво. Это правильно, красиво, хорошо. Особенно, если вы делаете продакшн. В химию-то мы делаем не в продакшн, а в исследовании пока. Итак, дальше. Мы создаем простую нейронную сеть. Напоминаю, нейрон, я сейчас к ней вернусь. Нейрон – это просто сумматор математический. Все понимают, да, что такое нейрон. Здесь присутствующий. Супер. Соответственно, он тут преобразуется, и получается определенная, конструкция, то есть это просто линейная функция. Эта линейная функция подается в определенную функцию активации, например, в сигмоиду, которая преобразует значение в 0 и 1. Почему от 0 до 1, точнее, простите. Почему от 0 до 1, почему нам это нужно? Потому что это классификация. Ну, тоже вроде кажется все очевидно. Если у нас много классов, то в конце мы используем не сигмоиды, тангенсы, гиперболические или любые другие огрубители, а используем функцию softmax. Известно, что такое softmax, да? Да, экспоненты, отделенные на сумму экспонентов. В числителе, да, без знаменателя. Получили сигмоиду. Дальше создаем здесь большой класс для обучения. Если вот вы посмотрите, просто прикольный класс. Мне понравилось. Как он работает? Ну, кроме того, что здесь есть куча параметров, которые хранятся для красоты. Это, я думаю, вы все равно, я чувствую, как бы вы сами с этим разберетесь, это все неинтересно. Мне важно обратить внимание на то, как устроено само обучение. Потому что на самом деле вот этот код, вот такого обучения, вот здесь он представлен, он немножко избыточный, может быть, там в чем-то. Но в реальности он абсолютно стандартный. Вот любую модель вы откроете, вы последовательность, любой код, и сами будете делать. Вы последовательность вот этих шагов найдете. Что нужно? Создать модель, перенести на графический девайс, если у вас он есть. Почему? Потому что на видеокарте быстрее считают. Надеюсь, все считают на видеокарту. Да? В коллабе видеокарты бесплатные. На Kaggle тоже бесплатные. Вам надо переносить сети. Вам надо переносить данные. Вот видите здесь. Вам надо все, что есть, перенести на один и тот же девайс. Иначе работать не будет. Дальше у нас есть оптимизатор. Как вообще все это устроено? Лично меня в голове всегда было... Когда я смотрел раньше, по крайней мере, на этот код, у меня всегда было непонимание. Вроде есть сеть, я ее никогда не вызываю. Ну, то есть только для подсчета чего-то. Но каким-то образом у нее обновляются веса. Каким? Обновляются они потому, что в оптимизатор вы передали параметры. Оптимизатор – это то, что рассчитывает вам градиент. В конце концов, все сводится к градиенту. Вот если под капотом машинного обучения что-то посмотреть, в любом месте там градиентный спуск. Ну, или умный градиентный спуск, там и так далее. Стохастический. В данном случае мы используем как раз стохастический градиентный спуск. То есть такой метод, который выбирает лишь части параметров для оптимизации, а не все сразу. Передали параметры, задали скорость обучения. В данном случае, я не знаю, вы сталкивались с использованием расписания шедулеров? Если не сталкивались, то это такая штучка, которая меняет вам скорость обучения в процессе. Ну, как это выглядит на практике? Я понял, видимо, не сталкивались. У вас есть определенная скорость движения, и у вас есть какая-то многомерная поверхность, ну, трехмерную хотя бы представьте. Вы двигаетесь быстро. Если вы быстро двигаетесь, то вы можете проскочить свой минимум, а наша задача найти локальный, ну, в идеале глобальный, но на многомерной поверхности гарантировать нахождение глобального минимума невозможно, как известно. Минимум. Соответственно, вы двигаетесь. Если вы двигаетесь слишком быстро, то вы можете проскочить. Шедулеры постепенно уменьшают скорость обучения, ну, или расписание. То есть вы двигаетесь быстро, потом чуть медленнее, чуть медленнее, чуть медленнее. Да? Зачем нужен шедулер, если уже есть оптимизатор? Оптимизатор имеет конкретную скорость обучения. Нет. Если мы возьмем любой оптимизатор, атом, СГД, неважно что, то у них адаптируемая скорость обучения у атома. Внутри, конечно. Есть два пространства глобальных. Первое, конечно, написанные оптимизаторы, как и адамы, и все что угодно, там, неважно. Внутри они устроены гораздо сложнее, чем мы интуитивно представляем, и там действительно они пытаются как-то двигаться, особенно адам, который двигается в разных направлениях, грубо говоря, по поверхностям. Но нам необходимо глобально управлять процессом обучения. И меньше каких-то значений скорость обучения в адаме не опустится. Там есть ограничительность, то есть она не сойдет к нулю никаким образом. Там есть параметр, там и все, но можно это сделать. Можно, можно. Не все оптимизаторы таковы, а управление с нашей стороны все равно необходимо. И нужно ли всегда использовать расписание? Нет, не нужно. Сработает ли всегда адам? Тоже не всегда. Из-за этого мы, кстати, вынуждены подбирать оптимизаторы? Тоже. Вот, соответственно, разные инструменты для решения, в принципе, одной и той же задачи. И здесь нет такого, что вот это как бы определяющий, только так надо жить, а вот так не надо. Ну, такой, может быть, вам вас не устроил этот ответ, но, тем не менее, он такой. Как и... Почему есть разная архитектура нейронных сетей? Ведь одни, как кажется, лучше других. Не обязательно. Так вот, короче говоря, есть расписание. Дальше мы создаем датасеты, а потом делаем даталоадер. Вот, собственно, здесь я про это говорил. Значит, как... Что позволяет делать даталоадер? Даталоадер вот здесь нам дальше позволит вытаскивать вот таким образом x и y. Кстати, может быть, вы молчите, но, может, так будет лучше? Наверное, да? Ну, да. Вы, если что, говорите. Понимаете, у меня зрение буквально идеальное, поэтому я... Ну, тут нельзя больше, потому что тоже тяжело. Я попробую... Ну, увидите, что происходит потом. Итак, мы делаем датасет и даталоадер. Ну, можно задать лосс. Это как раз вам и так понятно, я думаю. Дальше мы идем по эпохам, считаем время, переводим сеть в режим тренировки. А я обращаю ваше внимание, это всегда у всех моделей. Ну, у всех классических моделей, которые я знаю, есть режим тренировок и использование. Режим использования блокирует обновление весов или параметров других. Это всегда лучше отслеживать. Короче, переводим сеть в режим тренировки. Если, кстати, вы не будете это отслеживать, ну, понимаете, в чем история? У вас же простые задачки сейчас. Вы учитесь там, да? Когда они становятся сложными, где и в какой момент вы повредили свою нейронную сеть тем, что в процессе обучения, использовали в продакшене, в режиме тренировки, вы не узнаете. Последствия для этого могут быть очень интересные и очень обидные. Ну, в плане количества потерянных дней на попытке понять, почему сеть перестала работать. Я же был такой молодец. Жизненный опыт потрясающий. Я вам не советую. Ну, так вот, переводим в трейн. Если решать, что это серьезный, конечно, на простых вещах не надо. Вытаскиваем по бачам, обновляем градиенты, стандартная процедура, переносим на графический девайс, предсказываем значения, считаем лосс, считаем градиенты, делаем шаг оптимизатора. Ну, и складываем все это дело. Дальше делим, что-то умножаем, это не важно. В смысле, это очень важно, но я думаю, вы это поймете. Это просто расчет точности правильный и лоссов. Дальше, переводим сеть в режим оценки и на тестовых данных прогоняем то же самое, только уже без градиентов, на всякий случай. И получаем то, что у нас все работает каким-то образом. Что, можно это весь код, наверное, туда-сюда? Или сейчас я посмотрю, там туда-сюда, там данные сохранены или нет. Дальше, так как мы все сделали красиво, то у нас появилась возможность вот так задавать параметры. Вот эта красота, вы видите, код класса, он становится громоздким, кажется. Его можно там еще разделить на части, но он становится немного сложным и так далее. Но зато, когда я передал это человеку, химику, или кому угодно, который хочет это пользоваться, он вот на это смотрит и такой, а, мне вот здесь надо просто поменять количество эпох? Я такой, да, спасибо. И вот, и у него гораздо проще процесс идет. У людей, которые отделены от процесса разработки. Ну, у вас тоже, конечно. Еще в школе учат, что программировать надо так, чтобы ваши методы были, ваши алгоритмы были детерминированы и разделимы. Я это помню очень хорошо в своем 10 классе. Когда я писал, никому не рассказывайте плохой код, ну, я хотел другое использовать слово, и получалось, что в нем не мог разобраться не только я, а вообще никто. Да. Поэтому старайтесь сделать красиво. Вот. И, соответственно, после этого мы передаем параметры и обучаем. Да, здесь все данные сохранены, поэтому я не запускаю. Вы меня, простите, что я не запускаю, но вы можете, опять же, все запустить, и у вас будет работать. Чего? Да, слушайте, этот файл же не меняется, вы его, если что, потом это. Наоборот, запускаете. Интересно. Еще раз, зачем я вам отдал данные, зачем я вам отдал эти файлы, чтобы вы на них смотрели? Я их специально делал. Вы что, чтобы они работали? Ну, у вас. Ну, так вот, процедура обучения простая. Считаем лоссы, считаем, там много эпох проходит. Если вы здесь посмотрите, то метод обучения устроен так, что берет не финальную, а лучшую модель в процессе. Ну, это вы там посмотрите. Вот здесь куча эпох, сколько там, тысяча, не помню. Да, конечно, он считает лоссы, да, и все проверяет. Код можно посмотреть. Так, ой, ну все, короче, я не буду долистывать до конца, это неудобно. Значит, что дальше? Дальше я всегда советую визуализировать результаты расчета лоссов. Это всегда визуализируемо. То есть, у вас бывает так, что пространство, с которым вы работаете, невизуализируемо. Ну, даже вот в химических соединениях, которые мы будем делать в понедельник, там, ну, не понятно, что там визуализировать. То есть, можно химические формулы нарисовать, но это же не про это. Машинное обучение, эти формулы, ему на него с высокой колокольни. А вот лоссы всегда воспроизводимы. Для чего? Первое, понять, что процесс обучения вообще идет. Потому что иногда лосс выглядит очень красиво и прямо. Тоже мы будем делать, я вас отсылаю в будущее, ну, для интереса, интрига, в конце концов, развитие сюжета. Вот, когда мы там нейронную сеть будем использовать, рекуррентную, там очень легко попасть в ситуацию, когда вообще ничего не обучается. Это видно графически. Второе, вы увидите переобучение. Переобучение, известная история, валидационная выборка расходится с тренировочной. Тренировочная продолжает уменьшаться, а валидационная начинает расти. Все, у вас крах. И это видно только глазами. Ну, в реальности. Компьютеры это особо не видят. Когда начинаешь искать переобучение, оно куда-то уходит, и валидационная выборка не повышается. Погрешность. Вот как только хочешь переобучить. Ну, это так работает на практике, да. Ну, в смысле, это видно глазами. На всякий случай. Выборки делятся на три части. Выборка ваша должна в пределе. Тренировочная, валидационная и тестовая. Три части. Обычно, когда мы, и даже здесь, когда мы живем, мы делим на две части. На тренировочную и тестовую. В чем разница, и в чем нюанс? В идеологии машинного обучения заимствуется процесс из реальной жизни. А он выглядит так. Какая-то часть данных, получаемая в продакшене, неизвестна вообще никогда никому. Мы должны в ней один раз стрелять. Это тестовые данные. Один раз в жизни. Узнаем, не знаю, у вас стоит камера, она распознает лицо. Подошел человек Петя. Распознал он Петю или нет? Все, распознал. Ну, все. Не распознал он. И это никогда более нигде не выплывет. Это тестовые данные. Валидационные данные мы знаем и используем их для того, чтобы отладить модель. То есть, по сути, валидационные данные, мы все равно настраиваем модель на валидационные данные. Я не знаю, чувствуется ли вы разницу, но так как наша выборка не отражает генеральную совокупность, как известно, она лишь ее часть, что бы мы с этим ни делали, то вот использование вот этой информации о тесте влияет на то, что мы переобучаем модель всегда. Поэтому по-хорошему должен быть еще третий кусок, который вы один раз в жизни достанете, чтобы посчитать, что получилось. Да? А вот вы говорили про сохраняющиеся веса в модели, что-то, в какой момент они обнуляются? Веса в модели не обнуляются в принципе. Я заново, то есть я закрыла все, потом запустила... А, сейчас, в этом смысле. Значит, когда все веса априори ваши модели, или все параметры, давайте шире смотреть, любой модели хранятся в оперативной памяти компьютера. Если вы хотите их сохранить, необходимо их сохранить. Через... Есть специальные команды. Кстати, моя конференция завершится через 10 минут. Хорошо. Вот. Их надо сохранять. И если вы хотите их использовать, загружать каждый раз. То есть, как и с любой программой или информацией о программе. Когда они перестают работать, когда вы отключаете ядро коллаба, например. Ну, в смысле, ядро ноутбука. Ну, не компьютер, достаточно просто выключить исполнение программы. Вы говорите, тестовую выборку модель видит один раз. Мы это говорим скорее об идеологии процесса. Так, я понял, что я это зря сказал. Нет, ну, я просто так и делаю, просто у меня такое ощущение возникло, что где-то веса кашируются и что она вот с каждым разом все умнее и умнее становится. Если вы все делаете правильно, то кашируется. Далеко не всегда мы можем организовать процесс обучения так, чтобы он прошел гарантированно за короткий промежуток времени. Поэтому, вообще-то, раз в какое-то время, всегда нейроночку надо сохранять, все сохранять, иначе все, в конце концов, развалится и вы расстроитесь. Да. У нас здесь получается два набора, две выборки. Трейдл и... И вал, да. То есть, лосс для трейна и для... Лосс для трейна и для вала всегда считается. Ну, здесь, вот я и говорю, что на практике тестовый-то нет третьей части здесь. И вот второй вопрос. Если, допустим, трейдл одна сотая, а вал 16 соток. Сильно? Это без разницы, почему... Точнее так, все зависит от того, что и как мы считаем. Очевидно, что в зависимости от того, как считается лосс, появляется зависимость от количества элементов выборки. То есть, лосс может быть как больше, так и меньше, так просчитан по одному и по другому. Нам важно не абсолютное значение, а их динамика. Потому что, на самом деле, есть же два разных пространства. Пространство функции потерь и пространство метрик. Это же не одно и то же. Мы это точно понимаем? Или не понимаем? Не понимаем. Почему? Пространство функции потерь используется для расчета внутри модели во время обучения, для определения того, как меняются параметры. Метрики используются людьми для оценки качества происходящих процессов. Очень сложно оценить, насколько хорошо работают алгоритмы машинного перевода, например. Вот мы дальше, у нас будет машинный перевод. Будем мешать задачу. Как оценить? Формально есть этот лосс, и даже можно посчитать какие-то там метрики. Это разные вещи будут тоже. Но на самом деле, мы смотрим глазами. Так и нормально работает, сойдет. Или фу. И картинки мы также в кандинском смотрим. Ну, в смысле, например, нормальная картинка. Почему у него 10 пальцев на одной руке? Вот это отличие. А внутри, там считаются цифры, это лоссы. А метрика, в данном случае, мы. Ну, или более какие-то простые примеры вот здесь тоже. Как поделили пространство. Вот здесь ниже есть картинка. Ну, да, видите, здесь четко видно. Вот мы рассмотрим. Вот почти идеальное разделение или там, не знаю, ступс. Ну, почти там идеально. Вот, соответственно, в качестве резюме общая история. У нас были данные, мы их определенным образом обработали, обернули в стандартные оболочки, если смогли, ну, это полезное дело. после этого построили процедуру обучения. Процедуры обучения. Еще. В чем вопрос? В чем вопрос? Ладно. После этого построили стандартную процедуру обучения. В целом стандартную. В ней все одно и то же. Данные переместили на девайс, применили в модели. в начале, простите, обнулили градиенты, применили в модели, посчитали лосс, посчитали шаг оптимизатора, посчитали веса обновения. Все. Это стандартная процедура. Двигаемся дальше, да? Вот этому? Да, давайте. Да. У нас что, получается, что нейронная сеть недообучена, потому что я попробовал побольше обучить, она все равно недообучена. Да. То есть, с чем там проблема, почему она не может обучить? Нет, почему она... Подождите, подождите. Она отлично обучилась. Но на валидационном датасете лосс меньше, чем на обучающем, это значит, что она недообучена. Это ничего не значит. Потому что это независимое друг от друга значение. Какая разница, меньше он или больше? Это же зависит от... Я еще раз говорю, это зависит от нескольких вещей. От первого, числа примеров в выборках и метод их расчета. Ну, в смысле, вот этих значений лосса. Это значит, что на большом обучающем датасете она дает точность меньше, чем на валидационном датасете. Это означает, что значительно больше данных в мире, на которых точность ниже, чем у вас на валидации. Это значит, что у вас на криске будет точность тоже ниже, чем на валидации. Да, точность ниже. Вполне возможно. Да, это нормально. Это что, означает, что вот эта сеть недообучена или она все-таки обучена? Ну, давайте так. Первое, я к чему... Это тоже ваш вопрос прямо. В связи, только заданный по-другому. Есть лоссы, а есть метрики. Функции потерь и метрики. Это обученная сеть. Вот посмотрите на график. Ну, или у себя там в камере, где угодно. Вот же, четко, зеленое пространство и красное. Идеально отделено, ну, вот это, зигзагом. Все идеально. А лосс можно еще уменьшать. Но нужно ли, если все работает? Ведь на самом деле, вот если мы смотрим на красные-зеленые точки, это наша, тут и там, тренировочные тестовые выборки. А вот это разделение по цветам, это, как нейросеть будет работать на всем пространстве. Понимаете, да, разницу? Не выборка, а уже как она поделила весь мир. И точно, правильно ли она поделила? Мне подойти, видимо, мышкой придется. Конечно, неправильно. Потому что полумесяц, скорее всего, должен как бы уходить вот сюда. Вот, ну, видите, вот в эти нижние части. Вот сюда, например. И вот наверх. А хотя здесь лучше, да, вот это. А вот здесь она явно, видимо, что-то не до конца. Но она же это и не может сделать, у нее данных нет. Ну, в смысле, из реального мира. Поэтому, конечно, точность на валидационной выборке итоговая всегда меньше, чем на трейне. Она всегда меньше. В этом нет ничего плохого или хорошего. А в реальной жизни она будет еще меньше. Потому что о данных реального мира мы ничего не знали. но это с лоссом не связано. Ну, лосс и лосс. Это какая-то цифра. Она там, внутри. И в этом ключевая проблема нейронных сетей. Это очень плохо интерпретируемые модели. Это здесь еще у нас линейные слои. Вы там можете посмотреть, у нас три линейных слоя по 100 нейронов. Мы хоть что-то такое, как бы понимаем, что это три гиперплоскости. А что там в рекуррентных сетях? Вот такой ответ. Но вы правы, она недообучена. Без шуток, вы совершенно правы, если поставить больше число эпох, она продолжит уменьшаться. Вот так. Она на полутора тысячах только уменьшается и дальше останавливается обучение. Вопрос, ее можно вообще обучить? А, здесь останавливается обучение, я не сказал. Здесь код, который прерывает обучение. Я знаю, я поставил 10 тысячах и она остановилась на полутора тысячах и осталась недообучена. Нет, она, здесь вот этот код, выделенный вот тут, да, это код, который призывает, вынуждает ее останавливаться. Если лосс уменьшается слишком на мало, видите, вот здесь код, вот этот. Мы учим, то есть, если мы уменьшаемся, не слишком, слишком мало, все правильно, я говорю, мало, то мы заканчиваем это дело, вообще прерываем обучение. Вот этот код надо снять, ну, или поставить здесь early stopping, не знаю, ноль просто, ну, чтобы он никогда не случался. И тогда эта процедура будет идти до конца. Неизвестно. Он просто, у нас есть глобально, все-таки, видимо, я не зря вот этот ноутбук сделал, я так уже думаю про себя. У нас глобально есть две, в реальной жизни, не в жизни исследователей, ученых, к которым иногда я отношусь, а в реальной жизни. У нас есть проблема с времени работы, времени обучения. Я не могу, я могу это бесконечно продолжать. Но зачем? И я пытаюсь подобрать критерии останова, связанные не только с самими значениями метрик, но и со значениями прибавки, скорости моего обучения. Если я учусь слишком медленно, то все заканчивай. Критерии остановки, это исключительно ваша интересность. Конечно. И в этом ключевая проблема всего машинного обучения. Все чертова эмпирика. Все эти науки, точные. Вот вы спрашиваете оптимизаторы, шедулеры. Это эмпирика. Понимаете, мы тут болезнь растений у меня студентка определяла. Берешь нейронные сети там таких масштабов. А потом она взяла резнет 9 и вообще все заработала. Понимаете? Почему? Ура! Резнет 9 наша лучшая модель на свете. Для определения болезни растений, конечно. По фотографии. Вот так. Есть еще вопросы по вот этому ноутбуку? Ну, с вами интересно. Дальше. Вторая часть. Нейронные сети мы повторили. Уровень какой-то поддерживаем. Дискуссии готовы двигаться дальше на более сложный этап. Второй блок. рекуррентные нейронные сети. Ну и немножко всяких фишечек так, тоже на заднем плане. Что мы будем делать? Мы будем делать классификацию цифрок на датасете Мнист с использованием рекуррентных сетей. Это извращение. Но, в конце концов, учебный процесс иногда требует идти на странные формы использования тех или иных инструментов. значит, что я использую? Я возьму с Кагла датасет вот здесь на нее ссылка есть который хранит Мнист это тоже извращение хранит Мнист специфическим образом а именно не в виде картинок как вы привыкли а в виде ну я там покажу тут покажу в виде CSV файлов с пикселями. Ну, почему так? Если вы чувствуете как устроено это дело мы же не можем картинки загнать в нейронную сеть мы всегда их преобразуем в последовательность пикселей ну это известно последовательность цифрок но здесь она сразу так и хранится нам это подходит на отлично вот значит что мы делаем нам потребуется отдельный модуль Open Data Sets в этом Open Data Sets мы он позволяет с Кагла данные скачивать вам на компьютер или в коллаб ну в коллаб я естественно скачиваю чтобы не грузить выгружать сохранять ну неудобно понимаете вам для этого как-то потребуется потребуется создать ну вот здесь потребуется создать опишку токен в настройках на Кагле надеюсь у вас у всех есть аккаунты к слову есть ли аккаунта на Кагле нет и вы не можете его подтвердить потому что у вас номер телефона в России им достаточно написать на почту или в специальную форму она там есть вам ответят за просто там 15 минут и у вас будет полный доступ к Каглу у нас школьники решают задачи на Кагле я так десятиклассники я вам тоже советую так значит вам надо создать токен и чтобы все получилось вот сюда его подгрузить видите у меня здесь в файлах самой системы лежит мой кагл кагл джейсон никому не рассказывайте токен я в нулю не дай бог он не профиль на Кагле который почти нет испортится ну это шутка итак как создать здесь показано ну в смысле если что вы сможете легко это сделать у вас все получится тоже здесь просто еще раз установку open datasets ну не важно дальше с помощью команды open datasets download у меня скачивается мой датасет и вот он здесь лежит или не лежит ну не важно наверное лежит да видите он нашел в digitrecognizer вот он test csv trend csv все скачалось sample submission давайте поглядим на данные еще раз да я открываю данные табличные всегда через пандас и вы тоже наверное всегда через пандас надеюсь у меня есть 42 тысячи там данных и выглядят они вот так ну мы уже видели это дело в кагле на всякий случай показывает что ничего никого не обмануто всегда проверяйте короче говоря на самом деле что вы открыли это тоже грустный жизненный опыт когда вы обнаруживаете что вы там что-то обновляли в датасете туда-сюда а работаете со старым уже два дня на второй день тебе приходят и говорят а что это такое ты такой дурачок я такой дурачок слава богу да спасибо и все заново значит у нас здесь 785 столбиков почему 785 потому что 784 из них пиксели а 700 там короче последний это класс ну в смысле к чему относится точнее вот он первый простите лейбл 1 0 1 4 ну циферка я вам лучше все-таки конечно тяжело вам я понял извините значит что дальше дальше необходимо сделать разбить на целевую переменную и признаки признаки соответственно понятно у нас целевая переменная это лейбл а признаки это все остальное с помощью тренд тест сплит делим на две части нам это потребуется для удобства ну в общем короче говоря стандартные действия при работе с машинным обучением наверное все понятно вот как выглядят циферки короче циферки на месте визуализация кстати тоже для чего нужна чтобы все совпадало в вашей голове и в реальности чтобы все было одинаково и я вам серьезно говорю мой личный опыт не жалейте сил на визуализацию ну зачем смотрите 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 там иногда вскрывается тоже вот из моего жизненного опыта у меня не училась нейронная сеть тоже с формулами когда-то это было там сколько-то там тысяча строчек формул химических и я как бы применял стандартные мин-макс скалеры ну понятно просто нормализуйте ну что-то там сюда и не учится и такой смотришь и я делал до этого так там некоторые данные я убирал ну вы смотрите фильтруете лишние выбросы и все училось а тут решила дай-ка я все оставлю и ничего не учится я такой что происходит вообще пока я не понял что у меня есть формулы вот из этих моих химических формул какая-то там две или одна формула на 350 вот таких ну в смысле а все остальные по 150 дай бог элементов ну там c равно мы увидим в следующий раз что такое формула мрак вообще эти буквки вот и я не понял что я нормализую ее преобразование в вектор ну с помощью типа ворту века по-химически только молот у века и он получается что я когда там нормализую эти вещи что вот из того что он такой огромный он делится на длину и все зануляет мне маленькое то есть у меня просто те которые маленькие формулы а их большинство они приходили в ноль я ничего не могу вообще понять сеть она же работать должна а она ну у нее понятно у нее ноль и единицы один примерно единицу 998 на ноль ну что у тебя не учится конечно поэтому не жалейте силы на визуализацию так значит еще раз вот здесь второй раз проходим зачем нужны датасеты и даталоады опять же видите то же самое дело собираю датасет собираю даталоады ну в смысле дальше вот здесь значит нужны они для того чтобы работать с данными стандартным образом чтобы не нужно было в процессе обучения думать что признаки а что таргет вы всегда знаете что извлекая из даталоады параметры первым параметром будет признак все признаки вот все что у вас в признаках все там будет не первый признак второй третий двадцать пятый там будет все а во втором соответственно будет таргет всегда один для этого нужен даталоад датасет нужен чтобы этот даталоад можно было получить стандартным образом всегда одной командой знать длину то есть количество примеров всегда одной командой вытащить один пример стандартной командой getItem вот это шаблоны программирования они необходимы любому программисту который желает чтобы его код не ненавидели ну и самим себе потом потому что когда ты читаешь собственный код создается ощущение что он написал какой-то другой козел обычно вот ну у меня у других наверное не так это я так вот что нам нужно нам нужно получить тензоры у нас же был numpy сначала мои данные считывали потом нам надо получить тензоры стандартные задаем эпохи и так далее сразу и загружаем датасеты что-то здесь не так где-то что-то потерялось неиспользованное ну сейчас я не буду это сильно вот здесь да датасеты сейчас да да вы совершенно право да простите я в какой-то момент жизни потерял или это есть дальше что-то у меня случилось я прям помню фича тест и таргет тест вот так должно работать наверное да итак а да видите у меня почему-то короче код разъехался не знаю оставим в покое дальше будем использовать рекуррентная сеть что такое рекуррентная сетка это такая штука которая внутри себя хранит связи между элементами перешли к самому интересному да наверное то есть она выглядит вот так а если развернуть то вот так вот она правая часть то есть да одна группа один два входа вот так правильно в смысле простим один вход принимает ваши парам признаки какие бы они не были второй вход принимает предыдущий выход всегда мы чуть позже мы чуть позже чуть-чуть потерпите покажу а вот у нас есть первый что при этом подается на вход на вход вот сюда а неважно как и изначальное значение весов мы их как-то инициализировали и они как-то живут давайте вот так посмотрим нет 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 никогда нельзя подавать ноль можно подавать что-то близкое максимально к нулу но не ноль потому что нолики обладают возможностью обнулить все вот здесь сейчас если вот здесь ноль то он обнулить вот это все дальше что-то случится но как что у нас глобально происходит вернемся например к резнету давно это сверочные сети они к этому городе относятся в чем основная проблема в чем принципиальная новизна резнета была в свое время то что он обеспечивал передачу градиента между слоями помните или знаете я так говорю помните как будто я это рассказывал знаете да почему потому что он может зануляться вот так поэтому появление нулей в моделях машинного обучения это очень плохо поэтому лучше именно нулей лучше чтобы всегда был не ноль я уж не говорю на то что на ноль делить нельзя и это тоже иногда приводит к погрешности поэтому старайтесь не даже старайтесь это вам просто любой человек скажет не делайте так чтобы все инициализировалось ну или не все хоть что-то инициализировалось чистыми нулями окей окей как устроена ну вот эта штука вы совершенно правильно спросили мы совершенно правильно обсудили мы имеем две группы входов и на вход поступают вот упрощенно как вот здесь показано как значение х нашего входного чего-то так и значение предыдущего выхода и собственно вот здесь это описано получается что каждый раз в нейроне хранится информация о предыдущем состоянии системы когда это важно ну самое простое когда мы занимаемся переводом или когда у нас химическая формула и в ней последовательность химических элементов определяет ее структуру дальше мы будем заниматься переводом посмотрим ну в смысле еще в одном следующем ноутбуке в самом-самом интересном еще посмотрим как устроен внутренний вот эта штука это нетривиально у меня в какой-то момент времени я прям злился что я бешусь когда смотрю эту картинку может все понятно что это значит вот у меня прям я прям себя очень хорошо помню в реальности мы привыкли воспринимать нейрон и я тоже свою привычку помню она еще вот у меня где-то когда я учился в курсе на третьем изучал введение в теорию нейронных сетей лет года в 2011 у меня сложилось такое ощущение что нейрон это что-то монолитное то есть у вас есть как на картинке вот на предыдущей вот здесь вот как вот здесь что у нас есть веса они берут входные признаки передают в сумматор и так должно быть всегда и всю и вся в реальности нет что тут тяжело у нас есть два набора весов три набора весов 153 набора весов которые внутри этого нейрона можно составить любым образом один набор весов обрабатывает входное значение h то есть предыдущего состояния видите v другой набор весов обрабатывает значение x са входных признаков мы их вместе потом как-то соединяем например в один вектор целиком ну то есть поступили их сын v поступили h v вместе соединили два входа объединяем в один вектор конкатенацией да либо да можно по-другому можно перемножить это на веса ну в смысле там перемножить все правильно а потом это сложить или как-то перемножить или как-то обработать короче говоря все равно линейные операторы все они там могут быть нелинейные операторы вот в этом прикол и собственно большая часть исследований посвящена вот этой внутренней работе с весами на самом деле так скажите вот у вас подглавливается это один свой или это блок один один да вот здесь да один нейрон это один рекулентный нейрон а их может быть много да конечно сколько набор входных признаков столько весов и сколько вы передали с прошлого слоя столь о я говорю два набора конечно предыдущее состояние h это предыдущее состояние вектор вектор так один нейрон выдают число нет здесь выдают состояние понятно что у вас внутри может это быть одним числом может но вообще на самом деле может сделать много нейрончиков да это реку один ну здесь здесь изображена одна одна ячейка но в реальности их может быть там много просто мне непонятно что изображено то есть вот это у нас слой ну наверное то есть слой да наверное вы правы я должен сказать что это слой да но он как бы один поэтому я говорю что это один нейрончик операция разделения это кто такое вот это где y и h это не разделение это параллельность в смысле уходит и в y и в h одно и то же но я сейчас делаю но и мы посмотрим в следующем ноутбуке что можно это менять а интрига здесь одно и то же да классический реку но чтобы последовательно да да это одно и то же то есть мы здесь просто взяли и отправили y ну как бы сказали результат работы слоя ну или нейрона пускай одно значение будет для упрощения сказали вот такой ответ пять и отправили пять назад в модель и это уже пять это рекуррентность в данном случае но рекурсия это другое это само в себя это есть рекуррентность понятно что происходит то есть практически сейчас однослойная сеть с возвратом что-то такое да непонятно зачем предположим что у нас есть текст русскоязычный вот мы дальше будем решать очевидным образом если мы решаем задачу машинного перевода мы понимаем что слова это не независимые элементы есть определенное вероятность на пространство которое показывает как одно слово может быть соотнесено с другим какое слово может идти за следующим а какое не может ну понимаете да то есть я картошка скорее всего маловероятное сочетание а вот я человек вероятное знание о предыдущем элементе о том что это я вот слово я местоимение позволяет нейронной сети понять что следующим элементом не может быть картошка и она это как-то должна запоминать как возвратом ей передается на вход что предыдущее слово было я понятно ну по смыслу принципиально секунду любую любую в реальности есть доказательства что любую задачу можно решить полно связанной нейронной сетью это известная вещь но конечно это будет сложно и сколько там будет нейронов просто я ума не приложу да 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 конечно ведь тут же что еще решается последователь есть много разных пространств происходящего первое решается смысловое упрощение сколько нейронов я должен поставить реально в ряд чтобы переводить любые предложения или любые рассказы или любые я даже не знаю что короче чат ГПТ сколько я должен вот так поставить нейронов в линейный слой или в несколько линейных слоев я даже не могу это число я просто не представляю мы пытаемся это упростить второе известно что переход от полносвязанных сетей к сверточным к рекуррентным к трансформерам уменьшает число параметров для обучения вы же это проходили знаете то есть мы сокращаем время необходимое для обучения сохраняя ту же точность работы на самом деле это тоже показано ну конечно это все всегда эмпирически это показано на конкретных вещах по этому поводу есть работы особенно в сверточных сетях это очень часто используется там есть рецептивная область и показано что нам не нужно считывать изображение целиком если мы построим последовательно сверточные слои у них будет меньше параметров но они будут покрывать такую же рецептивную область то есть те же данные в реальности получается вот но конечно всегда остается сомнение и в машинных машинном обучении всегда остается возможность что все классические теории не заработают а тупая линейная нейронная сеть все решит но я машины до этого до появления рекуррентных сетей задача машинного перевода линейными нейронными сетями и даже сверточными решена не была качественно и до появления механизма внимания еще потом это улучшило но в реальности все начало работать при появлении рекуррентных сетей вот примерно такой ответ да извините ну машинные переводы хорошо заработали точнее так стали юзабельными всего лишь десяток лет назад десятые года да буквально тогда и стали я даже так по себе думаю конечно мы переводили у нас были какие-то словари одно слово в другое мы переводили но последовательности стали хорошо переводиться да вообще совсем недавно лет шесть назад появление трансформер ну объявление даже позже на самом деле двадцатый примерно трансформера все очень сжато найти вам картинку потом я найду какую-нибудь картинку на эту тему да в смысле есть красивая ваш вопрос был у меня вопрос вот я на это смотрю и вот вы говорите долговременная память нет это не долговременная память пока это просто рекуррентная сеть да и вот тут мы видим что вот рекуррентной сети вообще говоря могут быть связи не от следующего а дальше вы угадали это то есть и вроде бы этим мы можем много решить задачи для которых нужна контекст да нужен контекст вроде текст должен бы не браться с сетями просто с большим количеством передач да да рамочный ответ да но есть более красивые технологии мы их сейчас будем смотреть в следующей серии нет в следующей части этого в следующем акте этого представления сегодняшнего дальше двигаемся примерно посмотрели да про Висай я тоже поговорил и так далее значит делаем модельку я здесь использую готовую RNN ячейку я не стал издеваться над вами но в принципе можно сделать задачку в которой вы будете вынуждены написать свой слой нормально ну оставим это значит RNN принимает входную ну здесь все просто да я даже мне кажется это все интуитивно понятно что важно важно в конце чтобы после рекуррентной ячейки у вас был линейный слой который позволяет данные преобразовать в то что вам надо ну опять же самое простое вы делали классификацию вот здесь здесь после вот он здесь в коде да потому что на рисунке просто рекуррентную ячейку разбираем понимаете но у нас же есть конструкции сначала нейрончики потом слои а потом сети это тяжело это тяжело правда тяжело но сейчас смотрите вот здесь вот этот игрек да получается видите вот на выходе да но этот же игрек вот мы решаем задачу классификации он же не приведен никакому значению от нуля до единицы здесь же видите ну как бы ну здесь может быть любая функция конечно не только тангенс ну честно да вы же понимаете но нам надо хорошо нам не обязательно к нулю от нуля до единицы приводить а если нам надо каким-то образом от нуля до 103 целых семидесятых это делать как вот как-то и вот чтобы это как-то произошло вот здесь игрек еще мы обрабатываем понятно же ну вот это линейным слоем делается простым преобразованием ну да но совсем рекуррентность на выход он просто с выходом работает вот как нейронная сеточка делает мы принимаем значение x и значение h у нас есть выход так сказать пользовательский а есть то что там крутится это не влияет линейный слой не влияет на то что там крутится это внешне да поэтому там это не нарисовано я может быть извините это не юзерфрендли это нейронные сети они очень не юзерфрендли да чтобы это правда да приходится преобразовывать но здесь опять же стандартный код мы создали слои и определили порядок действий h0 это внутреннее состояние и h вообще в принципе внутреннее состояние ну все все крутится сейчас дальше посмотрим а сейчас я там исполнял код я их вспомню да исполнял код давайте здесь тоже исполним дальше входная размерность у нас будет 28 почему потому что наша картинка мы что будем подавать на вход я же говорю такое странное упражнение было прикольное сети мы будем подавать на вход последовательность из 28 с этих чиселок потому что этот число в мнисте это 28 на 28 пространство помним да вот поэтому мы по 28 будем подавать а на выходе будем получать 10 тоже понятно 10 чисел ну да мы будем подавать всегда то есть мы подаем 28 у нас подаем одну строку а на выходе у нас всегда и она да она вся прошла и в итоге число считываем это то есть у нас у кого сейчас мы еще дойдем у нейронной сети у вот он у конечно выход на месте ну задаем бинарную кроссентропию помните да кроссентропия в качестве метрики что это такое да все нормально вот о не бинарную это я виноват я сказал бинарную здесь просто кроссентропия да все такое стокастический спуск имеем ну короче все имеем это вы наверное все понимаете значит как работает модель ну все точно та же самая обнулили градиенты получили предсказание рассчитали функцию потерь рассчитали градиенты обновили веса никаких никакой разницы все то же самое как было в прошлый раз и в этом сила всего происходящего нет это происходит внутри последовательно это происходит со строчками 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 картиночка сложилась мы наше задачи правильно вместе интерпретировать ответ конечно. В каком месте происходит изменение весов на каждой строке? Не, мы по батчам вообще делаем, это же тоже никуда не исчезло. Помните, у нас еще батчи есть, входные примеры, вот это все. Патчи складываются из строк или патчи складываются из картины? Батчи складываются из строк. Это правда, да, но он про другое спрашивает, это вы совершенно правы. Сейчас в чем, я поясню, в чем нюансы сложности вообще происходящего? Почему это сложно воспринимается? Вы совершенно правы, это сложно воспринимается. Что-то нужно? Давайте. Проблема основная происходит в том, что вам необходимо разделить данные на какие-то последовательности слоев, блоков, ну, какие-то кусочки. Это все будет поступать в сеть. Все. Но при этом вам необходимо правильное место для интерпретации ответа. Ну, или если отвлечься, модель сама справится с тем, чтобы правильно все сделать. В каком она месту? В каком? Вы подаете на нее тренировочную выборку, вот у вас 28 строчек. 28 на 20, да? 28, все правильно. И у вас к ним написано 0, 0, 0, это число 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. А на это смотрит так, а, ну, понятно, 0. Все. А вопрос такой можно? Вот у меня после полутора тысячной итерации у меня лос ушел в нас. Я в курсе в 9 процентов. Так, это связано с появлением нулей в системе. А почему, если она сама все считает, почему появляются нули, почему она перестает? О, хорошего. Подождите, после полторы тысячи? Ну, у вас, может, после пяти тысячи появится. Надо смотреть. Видите, у меня не попалась такая ошибка. Обнуление тут есть только в одном месте. Надо посмотреть, правда. Может быть, может, я, к сожалению, да. Там стоит что-то очень сумасшедшее. Ну, да, да, стоит. Я еще раз, понимаете, вот у меня, у меня это все документировано, все сработало. Ну, вы правы. Надо посмотреть, что произошло. Я правда сходу не могу отгадать. Вы меня поймали. Каюсь, грешен. По молодости лет исправлюсь. Давайте. Как она получается в случае статистического градиента москутского в случае рекуенности? Нам же, получается, выход можно подать на вход снова, да? Ну и что? Значит, нам нужно на одном батче несколько раз подряд это проделать, да? Что именно? Нет, стоп. Стоп, стоп, стоп. Обучаются вот эти штучки. Да, ну, там нам нужно выход предыдущего входа подать вот как бы снова. Ну, да, вот здесь, да, так. Если у нас обычная нейронная сеть, у нас просто выход, как и все, там, на батче обучились, мы как-то пошли дальше в рамках эпохи. А здесь как-то так работает. Опять на том же батче мы подаем выход предыдущего, как бы, предыдущей операции на батче. Да нет, он же, вот это состояние хранится. Изначально оно иноциализируется чем-то близким к нулю, вот мы это обсуждали, а потом хранится. Но нам не важно это, нам важна вот эта вещь. Сюда что-то поступило, понимаете, вы пытаетесь нейронные сети воспринять как, даже не знаю, механически очень. Они не механические. Это механическая вещь, конечно, с одной стороны, но она в этом смысле, ей не важно, что поступает на вход и как. Это вы знаете, это вы так ее понимаете, эту нейронную сеть, что ей на вход поступили какие-то цифры из предыдущего состояния. А ей-то все равно. Так так же, ему вместо h приходят какие-то цифры. С предыдущего батча, пускай с предыдущего батча приходят. Конечно, он сохранил, у него внутри нейронной сети сохранилось предыдущее состояние, вот здесь, вот оно. Аж, где она там, неважно. И мы можем второму батчу эту цифру... Да, и так и сделаем. Ну подождите, стоп, замри, как? А почему вас не смутила точка старта? Ну, точку старта не инвестируем каким-то способом. Ну, это же то же самое. Такая же инвестициализация каким-то способом. И заработала. Все, да. Вот так, да. Просто передача предыдущего состояния. А мы дальше посмотрим. То же самое. Последнее, которое было при обучении? Все зависит от... Да. Нет, ну как, изначально состояние сохраняется. Там сделано не состояние, а в весах. Нет, оно не только в весах, но и в вас сохраняется. Да, нет, состояние в итоге просто инициализируется. Почему? Вы смотрите, как? Ну, например, опять же, машиноперевод. Да? Вернемся к нему. Вот вам поступает на вход новое предложение. Оно же ничего не должно знать о том, что вы предыдущие предложения переводили. Ну, если это отдельно прям... Это вопрос. А, это... Нет, это ответ. Это ответ. Аж ноль, да. Конечно, оно просто обнуляется. Ну, точнее, опять переходит. Мы говорим слово «обнуляется», в кавычки берем. Забывается. Если точнее, то когда мы будем делать перевод, я вам покажу. Там используется стартовый токен специальный. С ноликом. Ну, в смысле, правильнее. Не обязательно с ноликом это я перебрал. Но это стартовый токен, он оптимизируется или он... Нет, он просто запоминается, что стартовый токен в предложении всегда такой. И первое состояние... Он фиксирован. Да. Это метод параметра. Ну, типа того. Да, но может быть для другой задачи и не фиксирован. Задачи-то разные бывают. Просто это вот такая машина, она более сложная, чем... Вам не нужно в этом смысле оправдываться. Я вам просто говорю, что... Понимаете, я даю вам ответ, а с другой стороны поддерживаю состояние неопределенности. Потому что в машинном обучении это ключевое состояние души. Вам, может, это не очень нравится, но я... Извините за такое философское отклонение, но я по-другому работу искусственного интеллекта вот этого не воспринимаю. Просто нужно дожать вопрос личного непонимания и вот то, что передает лекция. Да, я понимаю. Да я понимаю, что мы оба смущаемся. Все нормально. Нет, я в смысле... Да это же правда. Я не знаю, как вы, а я, конечно, смущаюсь, когда с вами разговариваю. Ну, как вы меня поймете, что я там вообще ляпнул, меня вдруг понесет. Не знаю. Я думаю, что это взаимный процесс. Ну, никого из вас не обижаю, я про себя говорю. Вот, короче говоря, учим, 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 что получаем. Вот у меня получилось, ничего не упало, вот там упало. 96% точность получили. Ну и вот, собственно, визуализация результата. Что у нас было? 28 по 100, линейный слой в конце. Вот результат. Единичка получилась единичкой. Ну, у нас РНН на вход принимает 28 значений, возвращается 100 в цифрах. Да. Потому что я пропустил. Мы решаем задачу классификации. В данном случае, да. В более человеческом языке мы пытаемся понять, что единичка это единичка. Да. А значит ли это? Это просто упражнение. Вот это просто упражнение для изучения рекуррентных сетей. Вы совершенно правы, зачем сверочные сети использовали, все нормально. Но зато в процессе мы разобрали вот все эти какие-то вопросы. Может быть можно было другое, но почему-то мне так захотелось. А если рекуррентная сеть может быть лучше с этой задачей? Нет, она не может. Точнее, конечно, ее можно научить, что она будет лучше, но быстрее и проще просто сверочную сеть бахнуть, 99 и там дофига процентов вас сразу будет. А вопрос можно в продолжении? Вот у этого изображения размерность 786, ну грубо говоря. Четыре. Точнее. Та рекуррентная сеть, которую вы построили, она основана на РНН. Это означает, что она вообще в принципе на такой длинной датасете обучаться не будет. Почему? Я могу сделать 784. У меня сильно большое подмощение. Нет, нет, вы подождите. Технически я могу сделать 784 входных нейрона. Ну и все. В коне нейрона, простите, на вход сигнала 784 принимать. Какая размера? 28 на 100. 28 на 28? Нет, чего? Нет, вот здесь 28 входных параметров, 100 выходных. Все. 128 и 100. 228. Сколько? Примерно 228 весов. 228 весов и неровная сеть на расправление. Да, да. Может быть сейчас я... Там чуть больше, чуть больше, чуть больше. Еще есть это смещение. Чего? 6-7 тысяч весов примерно для такой сетки. Если не учитывать линейный слой. Линейный слой это просто 100 не этих нейронов. Там без разницы. Если учитывать, то еще плюс 28. Нет, плюс 100. Почему? Вот, у меня здесь написано 100. Просто она может быть хороша с точки зрения, что она решает задачу с меньшим количеством, с меньшей размером. А, в этом смысле вы отчасти правы, но это не так не поможет. Так. То есть вопрос вот такой. То, что аналог срывается в нано, это лоз, это не может быть связано с тем, что он оплакуется электронной нейронной сети? Скорее всего, я наговнокодил. Ну, так, если кратко. Ну, конечно, и может и с тем, что... Еще раз. Не надо использовать рекуррентные сети для решения задачи классификации чисел. По картинке. Ну, для решения задачи классификации по картинке надо использовать... По одной. Надо использовать задачу сверчную сеть. Ну, или трансформер, в конце концов. Который, кстати, тоже часто рекомендует. Что, поехали перевод текста смотреть. Да? Да. Здесь мы используем... Я использую одну из инструкций упрощенную на PyTorch. И, да, ну, там здесь много других материалов. Тем не менее, если что, вы можете посмотреть на английском. Здесь много английского именно из-за этого. Я не стал переписывать вот эти вещи, переделывать. Сначала рамочно посмотрим, что мы будем делать. Мы будем делать двухкомпонентную нейронную сеть, содержащую энкодер и декодер. Хотя вы разбирались, да, с энкодерами и декодерами. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы отойти от известной размерности пространства. Мы не знаем, сколько будет слов, чисел, всего такого. Что такое? Обычный энкодер? Не вариационный? Да нет, обычный. Обычный. Ладно. В принципе, там еще можно и дальше приделывать механизм внимания. Но здесь мы этого оставим. Нам, видите, и так хватает. И по времени оказалось, и по всему. Что мы будем делать? Мы будем переводить одно предложение. Вообще, здесь на французско-английский, но у нас будет русско-английский. Значит, нам необходимо взять предложение, передать его, преобразовать его в циферки, передать его в декодер, и декодер должен преобразовать это в другой язык. Понятно, да? Текст, цифры, цифры, текст. Все это рекуррентным образом. Потому что необходимо учитывать предыдущее состояние. Ну, что нам потребуется? Я не буду здесь учить. Учится модель вот эта, по-моему, 14 минут. Ну, это уже так быстро не получится. Но что-то здесь написано, опять же, можно использовать. Вот отсюда, вот из этой строчки. Что в датасет? Я напоминаю, что ноутбуки, вы, наверное, знаете, это же просто ядро Linux. Да, знаете, да? А, ладно. Короче говоря, каждый запущенный юпитер ноутбук или коллаб, это просто оберточка к ядру. И в ней можно использовать стандартные команды Linux. Использовали хоть раз? Да, 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 да. Высказательный знак пишем команду. Я пишу высказательный знак в get, то есть скачай. И скачиваю с сайта manythings.org. Набор, мы посмотрим, что я скачал потом, да? zip-овский архивчик, и его разархивирую сразу. Ведь, ну, мы сейчас посмотрим его детально. В текущую директорию? Да, да, да. Скачу в текущую директорию и разархивирую. В принципе, ну, я не знаю, если хотите, я потом могу в гитхаб, приду домой, ну, не домой, куда, в отель, и могу вам выгрузить ноутбук, который показывает, как пользоваться линуксовыми командами в этом ноутбуке. Если хотите, если нужно, давайте я это выгружу. Нужно? Ладно. Вот, значит, что я скачал, короче, файлик. О, не файлик, а архивчик, разархивировал его. И вот, что у меня там внутри. Я вот это скрою, чтобы было больше места. У меня там предложение на английском. И потом им перевод на русском через вот этот табик. Перевод на русском. Видите? И потом еще всякая хрень написана. Ну, такой текстик. Это все надо обрабатывать. Мы уже подошли к серьезным вещам. У нас уже не имитационное. Вот реально я пытаюсь решить реальную задачу на реальных данных. Ну, я здесь делаю много упрощений, но тем не менее. То есть, что подряд? Построчно. Английское предложение? Да, потом русское. Да, там что-то, какой-то разделитель есть специальный, да. Там. Вот. И потом еще фигня в конце. Вот что важно. Ну, это лицензия написана в этом файле. Под каждой строчкой. Что это распространяется по лицензии взятого с сайта taeba.org. Или я могу сказать. Ta-toeba. Не знаю, что это вообще такое. Бог с ним. Да, что нам нужно? Первое. Опять стандартная история. Обработать данные. Это мы еще не дошли до памяти. Немножко отдыхаем. Стандартные вещи преобразуем. Вот. Что нам нужно? Возвращаемся к вашим вопросам тогда. Мы вводим некую последовательность. Они здесь не связаны, но тем не менее. Первое. Токен старта. SOS это не просьба о помощи в связи с тем, что рекурентные нейронные сети слишком сложно. А start of string. А это end of string. Нет, это чиселка. Мы ставим каждому слову. У нас есть проблема. Нам надо как-то поставить переводы, обеспечить. Мы в данном случае будем использовать сопоставление слова определенному индексу, чтобы перейти к числам. Вот видите, вот здесь. Вот на этой схеме. Мы токенизируем. Да. Токенизируем пословесно. Видите. Умная. Ну что я. Кто я такой. Вот. И, соответственно, задаем первый стартовый токен и конечный токен. И дальше токенизация пословесная. И в итоге, когда мы потом на это дело посмотрим. Ну, здесь неправильное сопоставление. Я так просто опять же не переделывал. EOS. EOS, да. End of string. Что всегда в конце строки идет токен конца строки. Да. Вот. Ну и как бы получается, что каждому числу ставится в соответствие закодированное по факту каждому слову one-hot encoding последовательность чисел. Нолик в единичек. Да. Да. Я сейчас покажу код. Да. Мы скачали датасет. Задали, что SOS токен у нас условный 0. EOS токен это 1. И создаем специальный класс языка. Что в этом классе есть? В этом классе есть словарик, переводящий слова в индекс. Словарик, считающий количество слов. Это нам потребуется для удобства. Дальше словарик, переводящий индекс в слова. И вот у нас сразу есть, что 0 это SOS, а 1 это EOS. Почему? Потому что индекс 0. Ну, запомнили. И у нас в словарике количество слов. А вот эта конструкция достаточно стандартная, нет ли какого-то специального способа программирования, чтобы это все каждый раз не городить? Нет. Данные-то каждый раз не стандартные. Ну, у нас как-то воинные несколько словарей. Ну нет, другой конструкции нет. Как-то видится как некая базовая конструкция. Не-не-не, это гроб на колесиках. Да, лучше так, чем вот эти все. Вы понимаете, за прошедшие 40 лет никто ничего лучше ассоциативного массива для хранения информации не придумал. Ну, просто массива ассоциативного. Все курится только вокруг этого. А все остальное, вот у нас попался такой датасет. Ну, видите, мы тут слова храним. Количество. То-сего. И у нас уже начинает все меняться. Поэтому делай каждый раз с нуля под себя. Не ленись. Программисты и так ленивые создания. Ёшкин-тришкин. Вы хоть раз видели, вот я занимаюсь ручным столярным делом. В смысле, вот прихожу и там стамеской вырезаю. У меня почему-то дерево не преобразуется при прикладывании стамески. само в нужное мне. А у программистов само в машинный код преобразует. Само в ассемблер. Само в машинный код. И само запускается. После этого программист сидит и говорит. Слушайте, а еще что-то, блин, писать надоело вообще. Может оно само все? Да. А нет стандартного чего-нибудь? Нет. Хочешь сделать себе стол и изволь пилить. Ну, в принципе, есть стандартный подход. Он называется быстрее, который используется в современной нейронных сетях, который, ну, скажем так, требует по минимуму построения всех этих консенсативных вещей. Но это значительно более сложная вещь. Да. С точки зрения программирования. Как и всегда, мы начинаем делать более сложные станки. Извините, я все про столярку. Конечно, пилить дубовую доску в 40 см пилой – это час. И это трындец. Конечно, я на станке распилю. Ну, даже моя страсть к лучному труду, она гибнет, когда вот так 40 минут пилишь. Но сложные станки, токарные, например, которые реально лучше, ну, это требует реальных скиллов очень высоких. Ну, вот так. Вы совершенно правы в этом смысле. Кстати, таких оберток много, не только BSE, а вообще реально много. Может быть, даже и не столько BSE. Короче говоря, дальше у нас будет добавление предложений. Почему? Потому что у нас текст по предложениям. Помните, там в примере текст по предложениям? Этот метод он просто разбивает на слова. Ну, простейшая вещь, нам надо как-то по словам разбивать. Ну, это просто метод. Вот мы же… У нас вот… Разбивает по словам. Вот здесь в код. У нас наши… Последовательность слов. Все. Ну, да, наверное… Вы правы, да. Неявным образом он преобразует их в список for. Да. В список слов, разделенных по пробелу. Это стандартное чтение данных. Добавляем слова. Ну, и все. Что делаем? Если слово есть у нас в индексе, то просто добавляем плюс один количество, что это слово часто встречается. Если слова нет, то, ну, просто присваиваем нужное. Дальше. Что нам еще потребуется? Нам потребуется преобразовать юникод воски. Нам потребуется из строки убрать знаки припинания и большие буквы заглавные. Именованные сущности мы не различим, но нам это не важно. Мы перед этим это сделаем. А зачем нам сохранять всякие 2-2? Это все мешает переводу. Мы здесь не концентрируемся на задаче машинного перевода. Вы, если что, не обижайтесь. Я не машинный переводчик. Я, если честно, страшно не люблю обработку естественного языка. Это, не знаю, почему, как у нас под природой. В этом, да. Как и русская языка, не моя родная, как иногда. Ну вот. Короче говоря, большие буквы убираем. Лишние знаки припинания убираем. Оставляем только то, что нам надо. Ну вот здесь пример того, как это будет работать. Вот если я взял, преобразовал в строки. У меня вот так все это преобразовалось. Вот здесь, да, go, марш. Ну то есть простое преобразование. Простое это, да. Видите, табуляция разделена. Я по табуляции разделяю пополам. Я вам этот код написал просто, чтобы вы знали, как он делится. Ну в смысле для этого. И нормализую построчно. И у меня получается go и марш. Нормализация... Предобработка. Предобработка. Слово предобработка правильное. Нормализация в том смысле, в котором это здесь ни при чем. У меня было go, марш, cc, buy, france, attribution, tataeba и так далее. Получилось две строчки. Go.marsh. Понятно, да? Надеюсь, да. Дальше я эти пары получаю. И, собственно, вот эта функция readlangs, она целиком делает мне все, что необходимо. Возвращает мне два языка. Inputlang, outputlang и набор пар. Слов, которые там есть. Или не слов, а чего вот этих. Не слов. Предложение. Там дальше, поверьте мне на слово, надо еще обработать префиксные конструкции. Мы же в процессе убрали апострофы. И это бы там не разбирали, но мы убрали. И у нас вот эти i am появились. То есть не i, a, m, а i, m. И нам надо правильно их тоже обработать. Это вот все мы тут делаем. И для того, чтобы это училось не столетие, а быстро, мы оставляем только слова длиной 10. Ой, предложение длиной 10 слов. Простите, вот так. Просто для упрощения жизни. После этого все бахаем. И у нас получается, что у нас было 487 тысяч пар. Обрезано до 28 тысяч. Ну, понимаете, да, прогресс. Как сильно мы выиграли. И на 28 тысячах это будет учиться 14 минут на графических ускорителях. Сколько выучилось 487 тысяч? Ну, до встречи в следующей серии. Итак, теперь самое интересное. Сети с памятью. В чем проблема предыдущей рекурентной сети? В том, в чем сказал уважаемый неизвестный мне человек, сидящий передо мной. В том, что иногда нам нужно помнить то, что было недавно, а иногда то, что давно. И мы не понимаем, что и как. Хорошо, когда все легко, все близко. Рекурентная сеть отлично работает. Ну, она что-то там запомнила. Это все понятно, да? А если это очень далеко? Если этот контекст имеет значение? Что с ним делать? Соответственно, в 1997 году, да, была предложена модель, которая называется Long Short Term Memory. Долгая короткая память. Ну, или длительная короткая память, или еще как-то. Как она устроена? Вот так. Все стало еще проще, как вы понимаете. То есть до этого была сложная рекурентная сеть. Да, теперь все упростилось в разы. Мы сейчас будем, не переживайте. Сейчас мы будем последовательно, по кусочкам разбирать происходящее. Но обратите внимание, внутри Long Short Term Memory, как бы нейрончиков побольше-то. Раз, два, три. Как минимум три. Это тоже тут один слой, да? Да. Итак, давайте, как это выглядит? Ну, то есть понятно. Вот эту штучку я развернул вот в такую последовательность, да? У нас пойдут эти ячеечки, в них подряд все что-то разворачивается. Давайте последовательно разбирать, что происходит. Последовательно, да? Поехали. Самое главное, это вот эта верхняя часть, верхняя линия. Это линия памяти. Длинной памяти. В ней есть последовательно две вещи. Мы сейчас их посмотрим. Это забывание, крестик. Крестик – знак умножения, к слову. И плюсик – запоминание. Ну, сейчас опять же мы посмотрим подетальнее, что за крестики, а какие плюсики. Итак, шаг номер один. Поехали. У нас на вход поступает х, наши признаки, и h – наше состояние. Это состояние, это мы конкатенируем, ну, и через сигмоиду прогоняем. Понятно, да, что такое, что мы делаем? Это просто первый шаг. Этот первый вот этот кусочек, выделенный здесь, да, определяет то, какая информация должна быть забыта. Начали с этого. Забываем что. Как определяем? Нейронная сеть сама решит. Нейронная сеть сама решит. Давайте. Вот эта сигма – это… Это сигмоида. Сигмоида. Это функция сигмоиды. Ну… Это просто функция сигмоиды. Да. Есть, есть. Я просто убрал вот эти приписки весов. Здесь были, видите, еще веса стояли. Оставим просто сигму. А, эта сеть, то есть то, что везде сигмо написано, это не одна эта. Не одна эта. Не одни эти. И вот здесь, собственно, формула. Шаг номер два. Мы пока оставили, она что-то забыла, но мы еще… Мы вернемся наверх. Двигаемся правее. У нас появляется история про то, какая информация должна быть обновлена и на какое значение это обновление должно произойти. Видите, опять сигмоида. Что забываем? Что запоминаем? Тангенс на какие значения? При этом, обратите внимание, туда идут все одно и то же. Но это разные блоки. Сигмоида определяет, что забываем. Тангенс на что? Поняли, да? Сначала мы определили, что забыли. Теперь, что запомнить? Нет, это две разных блока. Да, нет, мы еще не дошли. Сейчас, секунду, все будет. Да, да, перемножается. Запомни это, это и это на такие значения. Понятно? Как и запомнить. Да, что запомнить и на сколько. Но это на пальцы. Вы же поймите меня, да? Я сейчас, конечно, ну, пытаюсь вам донести на пальцах. Там цифры какие-то, они умножаются, нейронная сеть крутится, ловесы мутятся. Ну нет, ловесов нет, мы просто в университете. Да, это мы потом сложим и запомним. То есть оно еще не запомним. Да, теперь давайте дойдем. Как забудем? Вот мы посчитали, что забывать, да? И мы в нашей долгосрочной памяти обнуляем это, что забыть. Ну там, ну короче, забываем что-то. А потом он выяснил, что запомнить и на сколько, перемножением, таким же, как мы забывали. И доложил это в память плюсиком. Понятно? Забыл, понял, что запомнить, сложил. И, обратите внимание, все, это ушло в следующую ячейку. То есть в долгосрочной памяти делается два действия. Что запомнить, не так, что забыть, простите, потом что запомнить. И пошел дальше. Понятно? Понятно. Дальше. Финальное действие. Долгосрочную память мы сохранили, но осталось-то, нам же надо результат получить. А как его получить? Примем все то же самое, возьмем из долгосрочной памяти что-то. Мы ведь, смотрите, сначала мы воздействовали на память. Что забыть, что запомнить. А теперь память воздействует на то, что является итогом работы. Понятно? У нас есть использование, есть у нас обучение. Сейчас мы рассматриваем обучение. Но это не то обучение. Это не то обучение, с которым градиентным спуском. Да? Поняли? Это нейрон. Это как регулярная сеть. Там не было. Это то же самое. Да, еще раз. Сначала мы выбирали, что забыть. Если вам нужно идти, вы можете идти. Сначала мы выбирали, что забыть. Потом мы запомнили. В долгосрочную память доложили что-то. И на основании того, что мы забыли и доложили. Мы же использовали данные. Поправили память. Теперь мы должны выдать выходное состояние. На основании того, что мы хранили в памяти. И наших данных, еще раз. Изначально, да. Состояние близкое к нулю. То есть, по конкретному этих двух формулах физический смысл следует в двух городах. Ну, не физический только в данном случае. Да. Сейчас. Вот в этих двух. Значит, мы считаем вот здесь. Давайте вернемся сейчас назад на формулу. Вот сюда какую-нибудь. Вот эту. Ф от Т. Мы... Если что, я просто все нормально смотрю, да. Ф от Т. Это вот эта штучка. Вот здесь Ф появлялась. Мышку видно же у меня, да, надеюсь? Ф от Т. Это сигмоидальное преобразование. Ну, то есть, сигмоида. От весов Ф. Веса это вот здесь перед сигмой. Вот перед этой сигмой были ВФ. Они умножались на конкатенацию. То есть, просто подряд ставим H и Х. Может быть, я сейчас еще выше адрес ставлю. Вот, видите, как здесь. В и В подряд. Одна В принимала H, другое В принимает Х. Просто подряд поставили. В один ряд. В вектор. Конкатенировали. Сейчас, где я? Вот тут. И прибавили смещение. Помните, в нейронах есть всегда вот это плюс В. Ну, в смысле, некое смещение. Число. Сдвиг это называется иногда. Не знаю, как вы привыкли. Помните? Вот. Это Ф. Мы рассмотрели простую формулу. Теперь посмотрим там, где вы спросили. Мы берем сигмоиду от ВО. О это вот эти вот веса. Вот здесь. О этой сигмы. Это разные веса. Здесь были ВФ. Здесь были ВС и так далее. Вот это ВО. От конкатенации состояния H и Х. То есть мы брали H и Х. И прибавляли смещение В. А потом, что уходит на выход? На выход уходит результат предыдущий. Ну, здесь все понятно, да? Умноженный на тангенс от памяти. С это вот эта память. Она всегда эбулация. Видите? Вот мы получили ее предыдущим слоем. Шагом. Я понятно объяснил? Супер. Можно сказать, что элемент это просто маленькая нейронная сеть? Да. Внутри нее как бы четыре нейрона, которые связаны между собой вот это вот. Слоем. Нет, нет, нет. Вот эта ячейка, вот эта ячейка, как бы внутри у меня спросил. А можно ли сказать, что внутри это просто четыре нейрона содержится? Я сказал, ну как бы, а чего бы нет? Четыре нейроны такие? Нет, это... Жизнь такая. Да просто совершенно равная структура, когда внутри нейроны. Нейроны вот здесь. Да-да, да-да, вы правы. Вы просто по-разному мыслите с ним. Вы не пытайтесь. Он как бы... Чем хорош университет по-настоящему? Вот среди два человека, ну на самом деле больше, но разговаривают в основном двое, я думаю, которые по-разному просто диаметрально мыслят. И вам не нужно пытаться передумать свои мысли под его, но он тоже правильно спросил. Да, так вы пытаетесь, но это мешает вашему пониманию, потому что вы два процесса подряд делаете. Но я вас не учу, вы меня, извините, вы старше меня, тут я виноват. Сколько песок в этой ячейке? В этой ячейке, давайте вот здесь я покажу, повыше. В этой ячейке раз, два, три, четыре, шесть, примерно шесть наборов весов. Как-то так. Иногда бывает шесть, иногда восемь. А, ну наборов весов. И у каждого нейрона... Да, здесь видите, здесь вот что? Там несколько линейных слоев. Вот здесь? Нет, здесь нигде нет линейных слоев. Вот здесь? Нет, здесь нету, нету. Здесь нету. То есть это просто слоев? Да, 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 да. Еще раз. Там весов внутри столько. Вот у вас было, например, десять входных признаков, да? Вот у вас вот здесь возникнет по десять входных признаков. Ну, каждый раз. У вас в состоянии, вы приняли решение передавать 33 цифры. Я не знаю, почему. Там это же нейроны. Вот у вас будет каждый раз 33 плюс 10 плюс одно смещение. 33 плюс 9 плюс 1, 44. Да? Да. Нет, не один. Это t, это в данном случае метка времени. Видите, у нас минус первое, t и так далее. Но в случае со словами это слово поступает целиком. Новое слово. Оно преобразуется в сколько-то цифр. Мы обязаны эмбеддинги делать. Опять же, я ненавижу просто машинный перевод. Но там же число преобразовалось. Вот сколько цифр от каждого числа получается. Там же не одно, а, не знаю, эмбеддингов там 15-30. Ну, мы сейчас посмотрим чуть ниже, там будет число какое-то. Вот столько поступает на вход. Помните в рекуррентной сети до этого? Почему мы смотрели вот этот тупой пример, я считаю? Там было десять нейронов, ой, десять входных признаков. Так, построчно читали. Здесь то же самое. Сколько мы читаем? Понятно? Давайте. Вот сигма, которая слева, и сигма, которая следовала на ней. Вот если посмотреть вот выше... Это иногда бывает одна и та же. Иногда. Иногда разная. Я здесь... Это мой недосмотр. Я... Будто... Ну, здесь три, а здесь четыре. Непринципиально. По-разному бывает. Опять же, реализация ЛСТМ... Немало. К сожалению. Но пример вот этот, мне кажется, достаточно подробно разобран и вам понятен должен быть. То есть шло... Еще раз. Мы сначала определили, что забываем. А потом определили, что запоминаем. Насколько запоминаем. Запомнили. ИТ это верно, да? Где? Что еще раз как? И с индексом Т. И? У меня здесь нет буквы И. Что запоминается, когда вас переводится? Аж здесь нет. Аж здесь нет. Аж здесь нет. Вот здесь? Вот тут? Не-не-не. На предыдущих предпоследований стоит. Ну и здесь он тут. Я уже ничего не понимаю. Вот здесь? Здесь вообще нет доступа к выходу. Нет. Я про индекс ИТ. Здесь нет. А, вот это! Это вот здесь. Вот это И. Это что? Что запоминаем? А это на какие значения? И это что запоминаем? А СТ это на сколько запоминаем? Вектор какого у него размера? Такое, что произошло поэтапное... Это полное перемножение. Это же как должно случиться перемножение? Как у аж? Почему как у аж? Нет? То это обычно одно число. У него единичка размера. Ну, это может быть так. Обычно. У меня нет такого понимания. Не могу понять, как там ответить. Дам мне. То есть, как размер соответственно. У вас на входе вектор аж, вектор х и вектор вот этот. С, да? Нет. Стоп. На входе у нас вектор аж и икс. И ц. Да, все правильно. Аж икс. Так. У них одинаковые размеры? Нет. Так, ну вообще у нас аж это одно слово. Аж? Это цифра. Мы в нашей задаче будем интерпретировать его... Да. 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 То есть, сначала мы решаем, удалим ли мы это слово? Нет. Отчасти. Мы сначала решаем, при появлении информации о том, что слово новое такое-то, мы решаем, а какие... Я картошка. Я большая картошка. Как только у нас... Не так, я большой человек. Вот. А мы, когда получаем я, мы забываем о том, что у нас может быть картошка. И мы решаем, что вот эти слова надо забыть. Мы читаем какое-то слово. На основании этого слова следует... То, что может пойти после него, мы забываем. Да. Да. Но обратите внимание, вот мы сейчас пытаемся переложить... Я, может быть, это правда, у меня плохо получается, но это от того, что это не до конца интерпретируемая модель. Да. Автор LSTM, и я там пытаюсь это объяснить, я вам как бы пытаюсь это переложить на человека понятную ситуацию. Но в реальности, конечно, он не пытается забыть о картошке. Он просто какие-то чиселки перемножает друг на друга, и у него что-то получается. Извините. То есть, получается, вы взяли слово, а потом что-то на что-то где-то выкинули, что-то на что-то перемножили и добавили, а потом еще что-то на что-то перемножили и что-то получили. И заработало. И заработало. Вот. Магия. Магия. Так и есть. И вы, если почитаете, и вы наверняка же читали любые соответствующие тексты, то вы обнаружите, что нейронные сети – это неинтерпретируемая история. Плохо интерпретируемая история. Никто не знает, какие размерности. У х какую вы задали? Ну, очевидно, да? Х – это тот, который у вас признаки, сколько там надо, столько и есть. На выходе столько, сколько вам надо. Вы сами пишите. «h» хранит пять, десять, тридцать цифр, сорок цифр. Так, а «h» – это… Это выход. Ну, вот «ht» минус первое, да, вот оно. Просто фотошоп, который сам делает… «h» – это метки. Нет, «h» – это предыдущее состояние. А, метки. Ну, допустим, метки. Ну, не метки. Ну, вот вы пытаетесь слишком конкретно, не абстрактно. Абстрактно давайте, абстрактно. Давайте. На входе какие-то числа, на входе какие-то числа, какой-то размерности, которую вы задали сами. Вы сами написали нейронной сети 15, 30, 2 и 0. Закрыть. Задается. Да, размерность. Задается. Что-то передается, потому что у простой регулярной сети это не так. Как это? «y» задается. В простой нейронной сети, вот здесь. Где код, я вам покажу. «input dim» – скрытая размерность. И все на месте. «h» – hidden – все задавалось. «h», «x», «y» – все задавалось. Конечно. И «c» – это тоже задается. И размерность нейронной сети, на самом деле, определяется именно… Внутренностями, да. …заданием размерности векторов. Да. 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 Но мы использовать будем другую ячейку, не LSTM, а GRU. Я чуть позже по ней покажу. Ну, да. Это не так. Ладно. Понимание, где какой… Наши. Угу. Угу. Фух. Вообще, у меня в 21 другая лекция. В 21. Да, нет. Да я рад, я просто, понимаете, давит на меня, что в 21, и надо читать другую лекцию. Значит, в 20… LSTM – муторная схема. В 2012 году была предложена история, которая называлась «gated recurrented union». «gated» на русский язык в данном случае переводится как управляемое. Почему гейтед? Вот эти все вещи, вот эти, да, на самом деле, вот это все называется гейты. Вот эти сигмы, сигмы тангенс, вот эти, точнее, вот это вот, это все гейты. Видите, она немножко попроще. Если вам так не кажется, я вам сочувствую. Но главное в ней попроще. То, что передается только одно. Видите, у нас же здесь уходила короткая память и длинная. Почему это длинная, короткая ячейка? Уходила С, следующую ячейку, видите, С, и H. А в ГРУ осталась только одна. Да, и дальше, да, она структурно проще. ГРУ быстрее учится, там меньше параметров. ГРУ работает лучше LSTM на малом объеме данных. С ГРУ проще жить. В теории LSTM лучше, если данные сложные. На практике это тоже значительно части так, но обычно люди юзают ГРУ. В теории, потому что она хранит и долгую, и короткую, а ГРУ только одну. Это если на... Ну, простите, на пальцах. Ну, что, дальше поехали. Делаем энкодер. Что тут надо? Эмбеддинги и ГРУ ячейки. Все. Эмбеддинги преобразуют слова в цифры. То есть мы знаем слова, но мы преобразовали их в цифры. Это вектора. Да-да-да, еще одна токенизация идет. Вот видите здесь. Инпут, эмбеддинг и беддет. Предыдущее скрытое состояние поступает в ГРУ вместе с новым. Идет output и hidden. Понятно? Ну, что-то интересное. Да. Декодер. Инпут, эмбеддинг и ГРУ. Вот вся разница. Out, soft, max. Output. Декодер и энкодер очень похожи в реальности. Но есть вот эти зелененькие два нюанса. Вот код. Ну, в смысле, у вас подряд идет там код-код. Дальше у нас, конечно, есть еще подготовка к обучению, как обычно. То есть мы только разобрали нейронные сети, они очень простые. Ну, в смысле, эмбеддинг, ГРУ, выход. Там все, больше ничего нет. И ни в декодере, ни в энкодере. Нам необходимо предобработать данные. Для этого нам необходимо получать тензоры. Торчевские, помните, да? Вот мы опять их получаем. Дальше процедура обучения. Ну, процедура обучения просто. Что, не знаю. Взяли оптимизаторы энкодера, взяли оптимизаторы для декодера, обнулили градиенты, hidden size, все такое. Что здесь есть интересного? Чего не было раньше? Здрасте. У нас есть teacher forcing. Это такая интересная история, связанная с переводом. Она иногда вынуждает нейронную сеть работать не с предсказанным значением выхода, а с реальным значением выхода. Ну, ваша нейронная сеть работает, вот она переводит слова. И там, не знаю, вот я есть ГРУ, известная фраза, А, М, ГРУ из Страж Галактики. И она там переводит, вот английский А, М, ГРУ, или там, точнее, там у нас русско-английский, я есть ГРУ, она такая, я, А, есть, М, ГРУ, ГРУ, картошка. И вот у вас выбор, посчитать лоссы для картошки или сказать, не, посчитай лоссы для ГРУ, как будто она права была. И вот есть доказательства того, что теоретическое, ну, и практическое, что иногда можно учить нейронную сеть на реальных значениях, то есть перемешивать предсказания с реальностью для расчета лоссов, и тогда точность растет, сходимость ускоряется. Что-то в этом духе, наверное, да. Не знаю, что это. Если вы поняли, то и хорошо. Короче, вы можете потом на код посмотреть, здесь меняется, что мы используем в качестве параметра для расчета лосса. Что, считаем параметры, радуемся. Trainators. Ну, запускаем итерации обучения, оцениваем, 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 считаем. Код, ну, это же простой, простите за вот это, но я не знаю, как вы так сидите. Здесь мы задали время, там, или что еще. Здесь мы задали оптимизатор. Мы просто уже на простых примерах 30 раз сказали, что мы задали оптимизаторы. Что? Ну, что-то в этом духе, да. Что мы задали оптимизаторы, получили пары, запустили цикл обучения, посчитали. Короче говоря, эта штука улучшится 14 минут 35 секунд у меня на графических интересах. И вот что получается. Вы такой трус, you are such a coward. He's incredibly stupid. И вот здесь указаны корректные переводы. Видите, не всегда получается корректно. Но мы тебе не враги, we are not your enemy, а корректно we are not your going back. У нас получается. Ну, ошибся явно. Мы тебе не враги, мы никогда не вернемся. Ну, почему-то я совсем не романтик. Я вообще никто. I'm not at all. Я вообще. Мы шутим. Мы с мужчиной. Ну, да, я I'm deeply in depth. Ну, в общем, короче говоря, это как-то работает. Результат какой-то есть. Для улучшения работы можно использовать механизмы внимания, но они находятся за границами нашего обсуждения. Нам и так стало хорошо, я думаю, в попытках разобраться в памяти. А вопрос можно такой? 66% обучилась, и, в принципе, нормальные переводы дает. Что означает здесь цифра 66%? То есть, вот эти вот точности, которые она выдает, это о чем? Нет, вот эти 66% это не точность, это количество учебной примеры, выборка, вот это все. Это, как она прошла, все эпохи. Это вот после цифры номера эпохи дальше идет 6%. Это не точность. Это не точность? Ну, конечно. Это процент от максимума. У этого 75 тысяч, это 100%. Да, да, это просто счетчик выполнения в процентах. То есть, это объем датасета? Да, да, да. Ну, там, на самом деле, не объем датасета, а объем того, на чем мы учим. Ну, да, датасета, пускай бы. А там метрика приписана, видите, вот возвращаясь к циферкам, к циферкам, там... А вот эти метрики о чем? Это что за метрика-то? Это что здесь за метрика, кстати, использована? Сейчас, надо гадать, что же за метрика использована? Я уж не помню. Какая-нибудь фигня, ну, стандартная. Лосс считается по критерию, а критерий... Господи, где же критерий? А критерий мы где-то передаем на входе. Сейчас мы проведем расследование с преследованием. Трейн, а критериям выступает опять критерий. О, НЛЛ Лосс. НЛЛ Лосс. Что? Это аналог МОС какой-то. Да. То есть это кросс-энтропия? Эээ, отчасти для буквок, для многих классов. Но это не кросс-энтропия в точности, нет вообще. Короче, это просто числа. И нейронная сеть их понимает. Мы нет. Но там написано 1,2. Я думаю, что это вау. Да. Вот эти модели, они же к нам очень сложные? Вообще нет. Мы сказали, на сети, на видеокарте это включается 14 минут. А какой, 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 здесь не знаю, что стоит. На вот этой коллаб гугловских, да. Ну вот здесь, на ноутбуке, она чат. О, видите. Уже, это зависит. Конечно, да, конечно же, от этого и зависит. Еще вопрос. Есть практика использовать специальные железы, которые вам, наверное, есть? У меня? Личная практика? Нет. В принципе, какой, безвестный? Конечно, куча. И как по сравнению с видеосчиталки видеокарты какая-то? Нет, подождите, ну у вас, я даже не знаю, что сказать, есть стандартные исследования от NVIDIA по производительности видеокарт, к тому, как они работают. Есть специальные видеокарты для тензорных вычислений. Они эффективнее, чем обычные видеокарты для... Ну да, там А100 какие-нибудь, видюхи. Есть видеокарты из видео. Я знаю. Я просто вопрос был по начальнику. Вам хватит? Правда, не обижайтесь. Вот опять же коллаб, кагал. Ядерсу у них есть тоже коммерческие возможности. Да ладно, не знаю, у нас в МИФИ просто есть наш учредник кластер, считай на им что хочешь. Ну, я думаю, что у вас где-то есть тоже. Я хотя не знаю, может вы не из Иркутска. МИФИ заклад? Ага, ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ